Всем привет! Сегодня у меня родилась такая дикая, просто дикая идея. Предположим, вы где-то находитесь очень далеко-далеко и вам не хватает одной муфты паечной для того, чтобы сделать... В тайге вы находитесь, вы ведете там водопровод и до ближайшей лавки, которая продает полипропилен у нас 500 километров и родилась такая идея. А что если мы обрежем и просто встык без муфты спаяем, как большого диаметра трубы ПНД свариваются и также попробуем полипропилен. Я понимаю конечно, что должна быть специальная насадка с тефлоновым покрытием плоской, но такой у меня не имеется, поэтому я буду нагревать непосредственно об щечки паяльника. И что из этого выйдет мы увидим. Трубы у нас будут все те же кто смотрел раньше, для тех кто не смотрел скажу. Трубы это ЭКОПЛАСТИК, ФВ, ПРОАКВА, еще ЭКОПЛАСТИК армированный, РВК и ВАЛФЭКС. И будем в стычку их сваривать и посмотрим получится у кого-то выдержать давление 40 атмосфер или не получится. Поехали. Так, ну что, начинаем. У нас торцы более-менее ровные, для таких дел пойдет. И мы под температуру 260 градусов. Блин, тут даже я не знаю, что считать, как считать и нужно ли считать. Понять не имею. Здесь есть такая возможность, что ожидает провал. Опа, их еще надо попасть состыковать. А что, нормальная идея, если вы в тайге действительно в тайге находитесь, это вполне приемлемая идея. Так, блин, прикольно. Интересно, если она вылетит как пробка. Так, следующая. Кричал заведующий. ФВ-пласт армированный стеклом. ФВ-пласт армированный стекляшкой. Ой, почти. Но эта идея не очень хорошая, честно вам скажу, потому что проход внутренний заплавляет дико. Ну и сама она немножко неровная получается. Я не уверен, даже что она полностью не заплавила проход, но буду надеяться, что не заплавила. А так, в принципе, должно бы что-то получиться с этого. Дикая, конечно, идея, очень дикая. Но в целом, всё у нас в нашей жизни возможно, всё может быть, поэтому ничего удивительного нет в том, что и такую конструкцию можно увидеть. Открою-ка я, пожалуй, форточку, дабы не очень сильно воняло полипропиленом. Так, следующий. Проаква. Тоже армированный стеклом. Но у нас здесь есть не армированные РВК и эко-пластик, может быть, они не будут дико вонять. Ой, какая красота. Ой, да они ещё неровно сместились слегка. Тоже так же делаем по обычаю, как и обычный полипропилен. Через муфту будто бы мы варим, мы их поджимаем и держим на секунд 7, наверное, стоит подержать, потому что здесь идет нагрузка больше, чем через муфту. Так, следующий. Это у нас эко-пластик вроде. Да, эко-пластик не армированный. Вот от него уже вонизма нет. Странно, стекло так воняет получается. Ах, какая красота. Какая же это красота. Приклеился. Сейчас я переверну, иначе становится нависает угроза над штативом для камеры. Теперь у нас РВК. Кстати, с трубами РВК будет один довольно-таки интересный опыт. Мне один товарищ подогнал такую штуку, противопожарные, не горючие трубы. Образцы, точнее. Подогнал образцы. Мы их сварим и сварим из обычного РВК. И будем жарить. Когда только это, я пока не знаю, потому что это нужно делать на улице. Но мы это сделаем. Блин, есть вероятность того, что здесь проход наглухо заварится. Так нельзя делаться, ребята, нельзя. Но кто знает, всякое возможно, если в тайге нет выхода. Что ж, придется и сделать разок. На крайнем случае, что за такую работу с вами сделают, это скормит медведю. Ни больше, ни меньше. И все. И последний штришок. Валфекс. Армированный стекловолокном. А еще. Ну ладно, потом я покажу. Интересные люди, как могут сваривать по-интересному трубы. В принципе, это не из башки выдумано даже. А то, как видел видеоролик на ютубе, человек показывал, как сварены были трубы. Как мне показалось, они были сварены просто в стык. У людей, наверное, не хватило муфты, и они решили сделать так. Ну и все, отлично. А теперь не будем ждать час испытания. Сначала наполню водичкой. У нас опыты становятся иногда такие интересные довольно-таки. На эти конструкции у меня нет особо большой надежды, поэтому я решил сегодня уже все-таки надевать очки. Ну его нахер. Так, поехали. Пятерочка есть. Пятерочка. Десяточка. 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 Я посмотрю. Отлично. В принципе, если вы в тайге, то там водонапорные башни, если есть, то я так полагаю, не слабенький. Вам этого вполне достаточно будет. Ладно, мы же не слабаки, поехали дальше. Пятнашечка. Двадцать. 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 Тридцать. Тридцать пять. С ума сойти. С ума сойти. Сорок с небольшим. Сорок пять почти атмосфер. Охренеть. Это просто охренеть. Я не ожидал такого, честно. Как долгое время будет стык этот жить, непонятно, но диффузия полипропилена на лицо. Как прекрасно молекулы одного проникли между молекулами другого. Однородного свойства. Однородного вещества. Какого свойства вещества? Офигеть. Я не ожидал такого результата. Давление у нас просело до 43, но здесь в предыдущем опыте я выявил, что краны два крана дохлых. После заморозок они умерли. Мешковина, пакеты, все в порядке. Здесь у меня закручен пакет, мешок, фумлента, там лен, нейроп и тангит унилок. Блин, офигеть, как так? Что это вода? Нет. Ну все, считаю его под закрытым. Всем спасибо.